Гватемала станет так называемой безопасной третьей страной для мигрантов. Такой статус она согласилась взять на себя под давлением Соединённых Штатов. Стороны подписали соответствующие соглашения. Согласно документу, все беженцы, которые следуют в США, обязаны сначала запрашивать убежище в Гватемале. Основное условие – Гватемала должна быть их первой страной въезда по пути на север. Документ касается в основном жителей Сальвадора и Гондураса. Они составляют основную часть незаконных мигрантов, идущих в США. «Мы станем привилегированным партнёром Соединённых Штатов. Я говорю это, поскольку США – наш главный партнёр». Ранее Дональд Трамп пригрозил наложить пошлины на товары из Гватемалы, запретить въезд к гватемальцам и ввести комиссию за денежные переводы между двумя странами, если Центральноамериканское государство не ужесточит своих миграционных правил. Власти Гватемалы сообщили, что новое соглашение позволит гражданам страны получать кратковременные визы для работы в сельскохозяйственном секторе США, а также длительные визы для работы в секторах строительства и услуг. «Это знаковое соглашение лишит работы нелегальных перевозчиков и контрабандистов. Это плохие люди, очень плохие и испорченные, которые зарабатывают на несчастье других людей». Тем временем Конституционный суд Гватемалы постановил, что статус безопасной третьей страны ещё должен утвердить местный конгресс. Пока он на летних каникулах. Перуанцам, живущим в окрестностях вулкана Убинос, пришлось в срочном порядке эвакуироваться под покровом ночи. Вулкан уже полторы недели проявляет повышенную активность. Теперь для людей соорудили временное убежище в городе Макегуа, и они, наконец, смогли переехать. «Мы установили около 70 палаток. Там разместилось 254 человека. Мы планируем привезти людей ещё из двух городов, чтобы заполнить все установленные палатки». Убинос активизировался 19 июля, начав выбрасывать в небо огромные столбы пепла и газа. Как сообщает в Геофизическом институте Перу, это признак того, что в кратере начался процесс, который может длиться несколько месяцев или даже больше года. Президент Перу Мартин Вискара также охарактеризовал это извержение как событие давно невиданного масштаба. Облако вулканического пепла достигло даже Боливии. На юге Перу находится более десятка действующих вулканов. Убинос высотой более пяти с половиной тысяч метров – самый активный из них. В предыдущий раз он сильно извергался с 2006 по 2009 годы. Чилийские власти начали расследование причин разлива 40 тысяч литров дизельного топлива в районе острова Гуарельо. Об инциденте сообщила горнодобывающая компания КЭП, крупнейшая в Чили. Разлив произошёл на одном из терминалов компании во время перекачки топлива. Причины аварии пока неизвестны. Прокурор ВМС Чили устанавливает обстоятельства утечки и лиц, ответственных за неё. «Государственный обвинитель уже отдал приказы другим государственным органам, в том числе Следственному отделу полиции Чили по вопросам окружающей среды». Разлив дизтоплива произошёл в 240 километрах от южного побережья Чили. Последствия утечки стараются устранить военно-морские силы страны. На место разлива прибыли два корабля со специалистами. Они уже откачали из моря 15 тысяч литров загрязнённой воды. «Большая часть разлитого топлива скапливается в определённом районе бухты, куда его гонят ветром. Несмотря на это, нефтепродукты могут попасть и в другие места залива. Но наибольшая концентрация наблюдается в районе, где работают группы реагирования». Защитники природы призывают чилийские власти принять все меры для очистки залива от нефтепродуктов. В этих местах обитает много китов и дельфинов. Компания КЭП обещала сотрудничать со следствием и помогать в смягчении последствий утечки. Вот всё, что осталось от ядовитой змеи, которая осмелилась укусить одного индийца. Радж Кумар, житель штата Утар-Прадеж, распивал в своём доме алкоголь, когда присмыкающееся заползло в комнату и укусило его. В отместку мужчина сам закусал змею насмерть. «Змея его укусила. В ответ он её укусил, разорвав на части». Радж Кумар сам обратился в ближайшую больницу. Врачи говорят, что его состояние критическое. «Это очень странно. Я видел людей, которых кусали змеи. Но не видел никого, кто бы сам укусил змею, а потом принёс бы её с собой в мешке». Останки змеи унесли местные жители. Как сообщается, они их сожгли. В Индии водится около 270 видов змей. 60 из них – ядовитые. В Эфиопии за один день высадили 350 миллионов деревьев. Так здесь хотят бороться с губительной нелегальной вырубкой. «Вопрос защиты окружающей среды вызывает больше всего беспокойства в глобальном масштабе. В нашей стране он стоит ещё более остро. Большинство проблем, включая голод, связаны с окружающей средой». Госслужащим позволили уйти с работы, чтобы поучаствовать в высадке. По данным ООН, в начале прошлого века в Эфиопии леса покрывали 35% территории. Сейчас их площадь сократилась до 5%. «Во всём мире из-за вырубки сокращается площадь лесов и растут пустыни. В этой стране раньше было много леса, но сегодня он весь уничтожен. Это хорошая возможность вернуть наш лес». В ближайшее время власти Эфиопии также должны подтвердить, установили ли они рекорд по самой масштабной высадке деревьев за день. Гигантскую бедренную кость динозавра нашли на юго-западе Франции. Палеонтологические раскопки идут рядом с городком Анжак-Шарант. Длина кости почти два метра, весит полтонны. «Даже находка бедренной кости – уже очень важное открытие. Меня особенно удивило то, как хорошо она сохранилась». На кости видны следы мышц, сухожилий и даже шрамов. По мнению учёных, она принадлежала зауроподу. Обладатель кости в длину мог достигать 8 метров и весит 4 тонны. Предполагается, что он жил более 140 миллионов лет назад. На этом же месте палеонтологи нашли часть тазовой кости. Возможно, она принадлежит тому же ящеру. «Последние 10 лет сюда ежегодно приезжают 40 волонтёров. К этому времени мы нашли примерно 7500 окаменелостей и определили, каким животным они принадлежали. И особенно удивительно то, что эти окаменелости совершенно разнообразные. Они принадлежали более 40 животным». Бедренная кость зауропода – одна из крупнейших аналогичных находок в Европе. На то, чтобы её извлечь, понадобится не меньше недели. Зауроподы – это четвероногие растительноядные животные. Они существовали 210-85 миллионов лет назад, с конца Триаса по меловой период. Эти гигантские ящеры обитали на всех материках, включая Антарктиду. В группе зауроподы насчитывалось 130 видов. К примеру, диплодок мог вырастать до 54 метров в длину и весить более 110 тонн. Сотни колумбийцев собрались на Элисейских полях в Париже, чтобы отпраздновать победу своего соотечественника. В престижной гонке Тур-де-Франс победу в общем зачёте впервые одержал южноамериканец – колумбийский велогонщик Эган Берналь из команды «Энеос». Вдобавок, он стал самым молодым чемпионом многодневного заезда за последние 110 лет. Ему всего 22. «Для нас это очень эмоциональный момент. Впервые колумбийц побеждает на Тур-де-Франс. Нам важно в этот день быть с ним и его поддержать». В Сипакире, родном городе Берналья – ликование и слёзы радости. «Когда я понял, что он может выиграть гонку – недавно. Я начал мечтать об этом в нынешнем году, когда увидел, что у него есть намерение это сделать». «Я почувствовала, будто это я – Эган Берналь. Я ощутила, что победила, что я тоже была победителем рядом с Эганом Берналем». Впрочем, в заключительном этапе Тур-де-Франс победил не Берналь. Первым до финиша добрался австралиец Калеб Эван, который представляет команду «Лотос Удал». Криштиану Роналду получил очередное признание за успешную футбольную карьеру. Испанская спортивная газета «Марко» вручила португальцу престижную награду «Легенда». Торжественную церемонию в Мадриде провёл директор издания. «Это очень важный трофей. Я хочу поблагодарить Марко за эту награду. Я ею очень горжусь». Футболист пообещал, что передаст награду в музей. На церемонии к Роналду присоединились юные испанцы. Они пообщались с легендарным нападающим. «Мне было очень грустно, когда вы покинули Реал Мадрид». «Мне тоже». Португалец перешёл в Ювентус в июле прошлого года. И хотя оставить Реал Мадрид ему было нелегко, но, по его словам, покидать в 11 лет родной дом в Лиссабоне было ещё труднее. «Это был один из самых трудных периодов моей жизни. Тогда я оставил родителей, чтобы строить своё будущее». Роналду также говорит, что скучает по испанской столице. Здесь он прожил 9 лет, здесь родились его дети, и здесь он встретил свою любовь. «Собираетесь ли вы в этом году выиграть Лигу чемпионов?» «Я не знаю. Как обычно, мы будем стараться. Но это очень сложный турнир. Все команды хотят его выиграть. Реал Мадрид, Барселона, которая стала очень сильной, Атлетико и Манчестер Сити. Ювентус тоже будет бороться за трофеи. Но только одна команда победит. И я надеюсь, что это будет Ювентус. Надеюсь». Награда «Марка Легенд» учреждена в 1997 году. Её вручили уже 40 спортсменам, сделавшим успешную карьеру. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова